А возвращаясь к жертве и к жертвенности, вот здесь я хотела бы задать вопрос. Жертва как личность, как жертва, понятно, что здесь нужно работать, разобраться все-таки со своими какими-то сильными качествами, увидеть себя иначе. Но есть еще такое понятие, как жертвенность, без которой, например, как пишут все святые люди, нет любви. Что в любви всегда присутствует какое-то самопожертвование. Вот вы могли бы вот этот вот момент прокомментировать? Как вот эта жертвенность, самопожертвование и жертва в таком грубом ее аспекте, как они здесь различаются? Они различаются очень сильно даже по внутреннему ощущению человека. То есть человек, который думает, что я жертва, это некое униженное состояние, некое разрушенное такое, дефицитное состояние. Я жертва, значит, у меня что-то не получается и не получится. То есть судьба бьет меня, я ничего сделать не могу. То есть это такое некое разрушенное состояние. В то время как самопожертвование, о котором вы говорите, или жертвенность, это очень чистое состояние, очень наполненное. Когда ради блага человека, которого я люблю, я как бы что-то делаю в ущерб даже себе. И такие действия можно совершать только из чувства очень большой полноты. То есть я хочу поделиться. Нет моего эго. То есть на самом деле в состоянии жертвенности или самопожертвования человек чувствует огромное счастье. Почему? Потому что это закон души. Закон бескорыстия. Я что-то бескорыстно делаю для другого. То есть это совершенно другое внутреннее ощущение. Закон бескорыстно делаю для другого.